Открывая сессию, председатель Анапского парламента Леонид Кочетов уведомил депутатов. Совет муниципального образования города Курорта Анапа согласовывает кандидатуру лица, рекомендуемого на замещение должности первого заместителя главы города Курорта Анапа. Вице-губернатор Юрий Бурлачко в своем выступлении отметил. Ввиду того, что Сергей Сергей Павлович участвует в избирательной кампании, возглавляет региональную 29-й территориальную группу, и в этой связи ушел, как это требует законодательство, в отпуск. Но жизнь не останавливается в муниципалитете в этой связи. Курортные пики курортного сезона, проблемы, которые у жителей Анапы были, есть, и, к сожалению, может быть, еще и будут, они остаются, их надо решать. Поэтому было принято решение для усиления административной команды муниципального образования предложить депутатскому корпусу для согласования к кандидатуру Юрия Федоровича Полякова. Вы его прекрасно знаете, человек, который и поселение возглавлял, был главой Благовещенского поселения длительное время, и заместителем главы администрации работал достаточно успешно. Сегодня, ну, не просто это решение губернатору далось, потому что Юрий Федорович на своем месте, он опытный управленец, его в администрации края ценят все, и, тем не менее, такое решение принято. Я думаю, что весь этот опыт, все эти знания, и знания непосредственно территории, а это дорогого стоит, они позволят, не сбавляя оборотов, двинуть и экономику, и общественную сферу на улучшение, чтобы вот все эти изменения, произошедшие, в первую очередь, следствием стало улучшением жизни жителей города-курорта. Депутаты единогласно проголосовали за согласование на должность первого заместителя главы муниципального образования города-курорта Анапа Юрия Полякова. Юрий Федорович поблагодарил за оказанное доверие губернатора Кубани и депутатский корпус. Я хочу поблагодарить губернатора и команду губернатора, которые оказали мне такое доверие. Я очень благодарен за это доверие. Я верю и в то, что то доверие, которое вы мне оказываете, я вместе с вами, мы воплотим это и спроекцируем в жизнь, для того, чтобы жители Анапы могли лучше и спокойнее жить. Спасибо вам всем.